Здравствуйте! В этом ролике мы с вами познакомимся с индикатором тренда скользящая средняя. Скользящий средний – это один из самых простых и часто используемых трендовых индикаторов. Этот индикатор заслужил огромную популярность благодаря своей простоте и наглядности. Несмотря на свою простоту, многие эксперты по праву считают скользящий средний одним из самых эффективных трендовых индикаторов за всю историю технического анализа. Скользящая средняя представляет собой гладкую линию, построенную, как это ясно из названия, по средним значениям цен за выбранный период. В силу этого скользящая средняя позволяет в большей степени сконцентрироваться на направлении и динамике движения цены, а не на рыночных шумах и случайных колебаниях, которые в изобилии можно найти на графике. Для учисления средних значений, в принципе, можно использовать любые параметры – цены закрытия, открытия, минимумы или максимумы цен, другие варианты. На практике же самым распространенным вариантом построения скользящих средних остается усреднение по ценам закрытия, так как именно цене закрытия бара в техническом анализе придается самое большое значение. Существует несколько вариантов вычислений значения скользящей средней. Простая скользящая средняя. Значение скользящей средней представляет собой средняя арифметическая цен за выбранный период времени. Взвешенная скользящая средняя. При вычислении значений этого типа скользящей, каждому значению цены за выбранный период придается свой вес, то есть каждое значение умножается на определенный коэффициент. Причем чем дальше цена находится от края графика, тем меньше коэффициент, на который она умножается. Таким образом, самые крайние, то есть самые актуальные на текущий момент цены в большей степени учитываются при вычислении значений взвешенной скользящей средней, нежели более старые, менее актуальные цены. Экспоненциальная скользящая средняя. Данный тип средней во многом схож со взвешенной средней. Но в отличие от него, при расчете экспоненциальной скользящей средней учитываются абсолютно все цены предыдущего периода, а не только те, которые заданы в параметрах средней при установке ее на график. Учесть все цены предыдущего периода удается за счет использования при расчете нового значения средней ее же предыдущего значения. Таким образом, пусть в небольшой степени, но все же каждое новое значение экспоненциальной скользящей средней зависит от самых первых своих значений, которые могут находиться весьма далеко от видимого края графика. Существуют и другие методы построения скользящих средних, но простая, взвешенная и экспоненциальная скользящая средней являются самыми популярными и часто применяемыми средними линиями. Нередко, если не указывается особо, то предполагается, что речь идет о простой скользящей средней. Вообще же, для удобства, разные виды скользящих средних называют по их английским аббревиатурам. Простая скользящая средняя – Simple Moving Average, SMA, или в русской нотации – SMA. Взвешенная скользящая средняя – Weighted Moving Average, WMA, или в русской нотации – WMA. Экспоненциальная скользящая средняя – Exponential Moving Average, EMA, или в русской нотации – EMA. Нанесем несколько скользящих средних одного периода, но разного типа, на график для сравнения. Торговая платформа Instatrader поддерживает большое количество технических индикаторов и осцилляторов, в том числе поддерживается работа со скользящими среднями самых разных типов. Добавить скользящую среднюю на экран своего терминала при работе в платформе Instatrader очень просто. Для этого в меню панели навигатора надо раскрыть список индикаторов, выбрать Moving Average и либо перетащить его мышкой непосредственно на график, либо просто дважды кликнуть по нему левой клавишей мыши. В обоих случаях на экране появится диалоговое окно с параметрами индикатора, которые можно оставить без изменения, откорректировать вручную или вернуть стандартные настройки нажатием на клавишу «Сброс». Выберем период средний. При необходимости можно указать на сколько позиций сдвинуть скользящую среднюю относительно графика вперед, если указать положительное значение, или назад, если указать отрицательное значение. По умолчанию в поле сдвиг оставляем значение 0. Выберем метод расчета скользящей средней. Для первой линии мы оставим простой метод расчета. В поле «Применить к» выберем значения, на основе которых будет строиться скользящая средняя. В платформе InstaTrader предлагается несколько вариантов видов цен для построения средних линий. В нашем примере мы остановимся на стандартном варианте «Цены закрытия». Далее выберем цвет и стиль нашей первой скользящей средней. После нажатия на клавишу «Ок» простая скользящая средняя появляется на экране. Теперь повторим наши действия и добавим на график взвешенную скользящую среднюю. Хорошо видно, что простая средняя более консервативна и более медленно и плавно реагирует на изменения цен. Взвешенные и экспоненциальные средние более чутко отслеживают движение графика цены. Традиционно простые средние применяют на больших временных периодах, а экспоненциальные на более коротких. Однако формальных правил на этот счет не существует, и вы можете не ограничивать себя какими-либо правилами при использовании скользящих средних разных типов. Теперь поговорим об использовании скользящих средних в торговле. Одним из главных свойств скользящих средних является способность отфильтровывать рыночные шумы и указывать направление тренда. Видно, что пока скользящая средняя направлена вверх и цены лежат над линией индикатора, можно говорить о наличии восходящего тренда. Если скользящая средняя направлена вниз и цены лежат ниже линии индикатора, имеет место нисходящий тренд. Также можно заметить, что скользящая средняя правильно подобранного периода служит хорошей линией поддержки на растущем рынке и линией сопротивления на падающем. На практике для получения сигналов на вход в рынок и на выход из позиции используют комбинацию двух или большего количества скользящих средних разного периода. Средняя с большим периодом, медленная средняя, символизирует состояние основного тренда. Средняя с меньшим периодом, быстрая средняя, демонстрирует локальные тенденции рынка. Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную, это может быть сигналом о перемене тренда и поводом для открытия позиции в направлении нового формирующегося тренда. Пересечение медленной средней снизу вверх – сигнал на покупку. Пересечение медленной средней сверху вниз – сигнал на продажу. Правильно подобранные параметры скользящих средних могут принести великолепные результаты при торговле по тренду. Однако трейдер должен помнить, что при отсутствии тренда, когда рынок находится в состоянии флета, пересечение скользящих средних может давать ложные сигналы. Учитывая, что огромное количество трейдеров по всему миру используют в своей торговле скользящие средние, мы надеемся, что информация, полученная вами из данного ролика, сделает и вашу торговлю более успешной. Компания ИнстаФорекс желает вам успехов. До свидания.